Здравствуйте! Сегодня мы говорим об основных трендах отрасли информационных технологий с Игорем Богачевым, исполнительным директором кластера информационных технологий фонда «Сколково». Здравствуйте, Игорь! Для начала хотелось бы узнать об IT-кластере «Сколково». Сколько человек он насчитывает на сегодня? Какими проектами работаете? На сегодняшний день за почти 4 года работы кластера сегодня у нас 344 участника, которые в общей сложности объединили почти 14 тысяч человек вокруг себя. Из них 8 тысяч человек являются непосредственно сотрудниками вот этих компаний. Суммарно годовая выручка компаний-участников IT-кластера по результатам этого года составит около 10 миллиардов рублей. То есть это то, что предприниматели создали и, соответственно, продают на рынке. Скажите, что побуждает компании объединяться и каковы преимущества от участия в кластере? Ну, у каждой маленькой компании, во-первых, сложно продвигаться на рынке, поэтому компании у нас объединяются по технологическому принципу. У нас есть 10 направлений, таких технических направлений, в рамках которых работают наши компании. И, соответственно, они объединяются между собой, дополняя друг друга, дополняя свой продукт, свою услугу и делая ее более комплексной. С одной стороны. С другой стороны, конечно, это обмен идеями, опытом, работа с нашими ключевыми партнерами, крупнейшими российскими и международными корпорациями. В этом, собственно, и есть суть инновационной экосистемы, когда люди работают вместе, общаются, обмениваются идеями, обмениваются знаниями. Происходит так называемая диффузия знаний. И в конечном итоге получаются хорошие результаты. Главный тренд ближайшего десятилетия в IT-отрасли – это интернет-вещи. Расскажите, над какими проектами в этой области работают в вашем кластере? Что это за проекты, что они из себя представляют? Интернет-вещи – это вообще значительный тренд, который вообще со временем провернет всю отрасль информационных технологий. Потому что мы говорим в конечном итоге о том, что по разным оценкам от 50 миллиардов различных устройств до 200 миллиардов различных устройств будет подключено к интернету к 2020 году в мире. Соответственно, это существенно больше, чем население Земли. У нас всего там 6, около 7 миллиардов. Так вот, эти устройства, большинство из них даже сейчас пока и не существует. Это могут быть, не знаю, одежда, ошейники для собак, пылесосы, конечно, мобильные телефоны, автомобили, холодильники, датчики какие-то различные. И следом за этим трендом следует тренд огромного объема данных, которые будут все эти устройства создавать, которые сейчас даже не существуют. Соответственно, эти данные нужно передавать, эти данные нужно хранить, эти данные нужно обрабатывать. Для всего этого понадобятся новые технологии, которые бы справлялись с такими объемами информации. Поэтому тренд интернет вещей, в общем-то, тренд, который в целом изменит все вот эти процессы хранения информации, передачи информации, обработка информации, новые интерфейсы, поскольку все эти устройства, те самые ошейники для собак, их надо программировать. Там должны быть свои операционные системы, они должны быть энергоэффективны, чтобы вы не заряжали каждые 5 минут ваше вот это вот маленькое устройство. Так что это, в общем, серьезное направление. Ну, у нас более 30 проектов сегодня в сфере интернета вещей, и это совершенно разные проекты. От платформ, которые позволяют подключить различного вида устройства к интернету. Например, у нас есть такой участник, компания Iridium Mobile из Нижнего Тагила. Они на сегодняшний день продают свою программную платформу в 70 странах мира. По сути, эта платформа позволяет вам, как пользователю или вам, как архитектору дома, например, большого офисного здания, построить систему, на базе которой вы все замки, датчики, свет, лифты, звук, все что угодно, подключите к единому, скажем так, компьютерному устройству, и будете управлять этим. Вот, также есть более, скажем так, прикладные вещи. Например, один из наших участников сейчас делает устройство, я бы сказал, комплекс устройств, которые будут позволять слепому человеку передвигаться с помощью специальных очков, которые обладают датчиками и чувствуют объем стены и так далее, и подают ему звуковой сигнал. Это похоже на парктроник, по сути. То есть не нужна больше белая палочка. Вот, ну, разные совершенно, да, есть проекты. В сентябре 2014 года фонд «Сколково» впервые в стране запустил всероссийский конкурс в сфере интернет-вещей. Вот, каков призовой фонд и есть ли уже победители? Да, мы понимаем о том, что интернет-вещей – это значимый тренд. Объявили всероссийский конкурс в области интернет-вещей по нескольким направлениям, как раз тем, которых я перечислил, в области и датчиков, и систем передачи информации, хранения, обработки и аналитические системы. На сегодняшний день мы собрали заявки, более 70 с России. Вот, финал будет в апреле, поэтому сейчас жюри обрабатывает эти заявки, поэтому рано пока говорить. Вот, могу лишь сказать, что действительно там значимый призовой фонд, суммарно это больше 30 миллионов рублей для всех победителей, плюс дополнительные призы от наших партнеров, различных крупных компаний, которые тоже, в общем, будут в том числе выдавать какие-то свои номинации, тем проектам, которые им кажутся наиболее интересными и перспективными. Интересно, есть ли в вашем кластере компании с Ростова, с Юга, чем они занимаются? У нас есть 4 компании из Ростова, вот, и порядка 8 с Южного федерального округа. Спасибо, Игорь, что нашли время и ответили на наши вопросы. Редактор субтитров А.Семкин